Ребят, привет! Мы начинаем новый влог. Мы приехали сейчас в Мега Дебенко вместе с Серёжей. Всё, прекрати. Должен был так рукой закрыть. Теперь запишем заново. Моя мама там говорит на видео, ну подправишь там меня на видео. Зачем мы приехали в Мегу? Конечно же, за покупками. Что мы ещё можем делать? Кстати, как вот такое украшение парковки. Обожаю таких животных. По магазинам! Так, я решила себе купить золотую цепочку. Я хочу такой комплект с серёжками. Такая вот длина или какая длина? 55 см. Сейчас попробуем короче. Но хотелось взять такой комплект. Сейчас посмотрим. В общем, с цепочкой я определилась, но я вам покажу это потом дома. Я ещё хочу какие-то кольца. Вот эти, наверное, потолще мне больше подойдут, потому что у меня крупные черты лица. Тонкие как-то не смотрятся на меня. Мне нравилось на сайте вот эта рубашка, но она висит здесь просто как и с жуком. Мятая вот такая. Неизменный мам джинс. Кстати, вот мам джинс я смотрю, что тоже пошла новая форма. Видите, раньше не было таких выточек. То есть как бы всё равно меняется чуть-чуть вот это всё лекало. Ну вот платье в Заре я не очень люблю. Платье люблю что-нибудь такое про, поторожное. Кстати, вообще очень прикольный цвет джинс. Смотри, он как бы не чёрный, он такой синевой от Грива. Можно померить такие. Все джинсы, которые я купила два месяца назад, 38 размера, они всё большие. Мне вот эти пучинки не нравятся. Не знаю, мне вот нравится этот титр, который я взяла одно, так как я психопатка. Он мне давит вот здесь вот на шейнках. Смотри, как он классный смотри. Я очень нравится. Я люблю такие вот плода. Но я не буду убирать. Поль эти джинсы Smart Fit. Ужасный цвет, какой-то немодный. Короче, не знаю, здесь выбор вообще не очень. Вот так зая. Хотя вот этот лук такой осенний мне нравится. Мне не нравится этот титр. Мы сели перекусить в Буш-М, что я обычно беру. Это, конечно же, авокадо, лосось. Вообще, конечно, я люблю не слабый соль, а лосось, а яичко. Аня, что взяла ты? Я всегда беру разные вообще абсолютно. Но вот сейчас мне хочется салата. И Лиза не любит обычно лис, а я обожаю лис. Я прям... Не, не очень любит русский. И мачо. Мачо на кокосовом. Сок. Серёжа? Ну, я на диете, поэтому макароны. Да, Серёжа по углеводам. Это паста с лососем. И у меня ещё капучино на кокосовом, естественно, на молоке. Так, ну что, мы продолжаем наш шоппинг-влог. Мы приехали в Икею. Зачем? Мы приехали купить мне шторы. Я вам покажу всё дома, как я переделала. Я уже знаю, что за шторы. Полку для обуви, для организации. Ну, ещё, возможно, какую-то мелочь. Поехали. Мы, кстати, приехали с Серёжей, если что. Стой. Серёжа очень не любит сниматься. На самом деле, он такая трещалка. Во влоге отказывается постоянно, стесняется. Ну, он скоро же скрипастится. Мы его, так скажем. На самом деле, сюда частенько приезжаем. Потому что мне постоянно что-то нужно для дома. И Серёжа тоже, например. Ёршик в туалет, который он, кстати, на прошлой неделе купил и возвращал. Лиса, здравствуйте. А можно с вами сфотографироваться? Да, давай. Блин, так приятно. Я смотрю, очень нравится. Спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, какая-то кухня по качеству, но всегда, когда я здесь прохожу, мне очень нравится. Всё, как я люблю. Островок. Напишите в комментариях, хотели бы такую кухню. Мне нравится, когда вот так вот что-то ты готовишь, и вот сюда вот перекидываешься почти. Почти, как у меня на кухне. Вот такая вот столовая. Семейная. Но у меня нет семьи. Как Вера вчера сказала, я ей сказала, что мы едем по делам, которых нет. А потом я говорю, что столько дел переделала. Она говорит, ну да, семейная суббота без семьи. У меня была полностью семейная суббота, знаешь, химчистка, какие-то продукты и всё такое. Но только без семьи. Так же и эта кухня. Вот этот современный стиль мне нравится намного больше, чем со всякими ручками, вот этими вот люстрами, хрустальными. Блин, на этом мне очка в форму. Что у нас здесь? Мы приехали за полкой для обуви, если что. Так, Серёжа уже выбирает матрас примерно месяц. Он такой же, как я. Он любит выбирать вещи долго. Если что, мы кондиционер для белья выбираем по три часа. Так, какой ты хотел? Серёжа говорит, что матрас твёрдый. Я утверждаю, я, кстати, люблю только твёрдые матрасы. Ну чё, как? Будешь брать? Но не в этот раз, да? Да. Так, давай я завалюсь. Ну клёвый же. Короче, я люблю только твёрдый матрас. И я ненавижу матрасы, которые садишься, как в яму. Ну блин, да чё за бред? Он мягкий. Ну не мягкий. Да, но мягкий матрас. У меня дома вот твёрдый, мне повезло. И, кстати, если бы у меня в этой квартире не было твёрдого матраса, мне бы его пришлось покупать. Я не могу спать в яме. Мы всё же идём выбирать полку для обуви. Так, выбираем сковородку. У меня только одна сковородка. И мне нужна вторая маленькая. Я возьму такую, чтобы поменьше. Это идеально. Так, ну что, мы приехали за шторами. Они называются Раю. У меня уже дома есть одни такие. Я вам покажу, как это всё выглядит. Они меня устраивают. Это, как это называется, блэкаут. Блэкаут шторы, которые полностью закрываешь. У тебя кромешная тьма даже днём. У меня очень светлая квартира. И я сразу же поехала за этими шторами. Не представляю, как люди жили до этого раньше. Там какие-то прозрачные, висели две тряпки. Я покупаю вот эти. Короче, я беру две пары. Смотрите, каких цветов они бывают. Я поняла, что мне нравятся спокойные цвета, без всяких оттенков. Просто вот натуральный, природный. У меня в гостиной будут вот такие. И, кстати, когда я их покупаю, их обязательно надо простирнуть. Потому что, когда достаёшь такой химический запах, ну, надо их сполоснуть. Берём тапки. Короче, я всё-таки не могу определиться с цветом и с размером. Давайте померим. Они похожи на собаку. Слушай, ну эти выглядят откровенно, как собака. Ну, берём зелёные. Эти похожи тапки на дедовские. Ну, реально, дедовские тапки. Ну, не, я возьму белая, всё-таки девочка. Я знаю, что в гости кто-то придёт, а я в этих дедовских тапках, бля. И второй, самый главный пункт, зачем мы сюда приехали, это купить полку для обуви. Я знаю, что я буду брать. Я её покупала ещё, когда мы с Юрой взяли. Это самое удобное. Я вам покажу, как я её буду использовать, потому что у меня там мало места, как это перговорно. Так, вот эта полка для обуви. Слушай, а можно, пожалуйста, вот это спасибо с конкурсией, потому что... Значит... Прикол в том, что если вот обувь у меня стоит, я вам покажу, как, то здесь её можно в два яруса. То есть даже раз, два. То есть в два раза больше места. Я вызываю мастера из службы Лен Ремонт. Это не реклама. Заказываю мужчину на час. Что мне за говорите? И что, как тебя зовут? Света, это Света. Всем привет. Моя зрительница и хочет со мной спрогреперить. Давай. Спасибо. Да, не за что. Все смотрим на видео. Счёт получился. 9784 рубля. И, кстати, в конце влога я посчитаю, сколько я вложилась в эту квартиру. Я посчитаю всё, что я купила. У нас уже следующий день. Мы сейчас находимся в доме Меркенса. Зара Хоум. Я сюда приехала купить плед и вот такие штучки для ванны. Я обязательно, перед тем, как иду в магазин, я всё просматриваю на сайте. Мне нужно посмотреть, подумать. Я уже обдумала все эти вещи. Я уже прихожу и конкретно что-то беру. Пойдёмте. Я посмотрела, какие себе комплекты для ванной, куда складывать всякие ватные диски. Вот это вот всё. Вот я уже вижу. Вот такая вот штука. Мне очень нравится. Стильно выглядит. И, кстати, я была в трёх Зарах в Европолисе, в галерее, везде. Она раскуплена. Стоит 1300 рублей. И вот такой для мылодержатель я тоже возьму. Берём эти штуки. Мой сам аромат – это вот этот вот White Jasmine. Я просто обожаю. И у них в чём прикол, что вы покупаете вот такие штуки – это для машины. То есть у них каждый аромат выпускается ещё для машины. Вы вставляете, откуда дует воздух, и у вас просто благоухает всё. Ну, достаточно долго пахнет. Несколько месяцев. Car Fragrance. Всё, берём. Порсим сирокейские тапки. Мне кажется, что я нашла кое-что покруче. Блин, они просто офигенные, Серёжа. Аааа, реально. Боже, какие они уютные. Сколько стоят? 3000 рублей. А те – 300. Я просто хочу померить обязательно. Кстати, они не очень удобные. Они очень скользкие. И съезжает нога. Короче, вот эта вот фигня. Очень узкая. Вот здесь. Вот такая она. И у тебя постоянно съезжает нога. Но они очень круто выглядят. Самые неудобные тапки в мире вообще. Просто неудобные. следующий пункт мне нужен серый плед почему потому что я купила серые шторы и наверное будет следующий пункт серый ковер потому что теперь мой темно-зеленый ковер не подходит под серые шторы короче если у меня в квартире какой-то вот такой бесячий момент по цветам просто серый пледик смотрите он стоит 3000 рублей я уже все знаю цены вот это все я просто так ничего никогда не покупаю и я еще смотрела серый плед в призме и лыке они там семические очень тонкие стоят 1500 рублей я думаю что лучше купить подороже это все-таки та вещь которая укрывалась каждый день это к лицу прислоняю в общем все беру этот плед а у нас уже следующий день и мы сейчас в zara примеряем руки что же могу купить на этой осень и посмотрите какие ржачные джинсы дурацкие вообще абсолютно вы же помните что мне все мои джинсы большие это 36 размер но они просто нет это содержит ли какая-то неудача башка побольше чтобы прям заполнить лучше чтобы взять ну ладно сейчас померю топ который мне очень понравился я хочу купить он такой обскульный и мне очень нравится этот топ только он небольшой это элька здесь вроде как нету эмки если вот так вот тянуть классный не с этими джинсами а с какими пусть такими широкими в общем-то джинсами но если кинсей или блин кривой возьму в любом случае даже для фото не знаю очень просто кодку хит этого сезона рубашка языка кожи который сейчас просто во всех брендах где-то кожа где-то эко-кожа вот так вот она выглядит такая квадратненькая это размер с это джинсы в которых я пришла это зара но такой ремень куча в общем такое вообще не нравится я хочу себе леопардовые ботильоны вот эти сейчас мы выясняем по поводу размера если что я примерю и закажу их сайт очень смотрится смотрим ботильонов нет моего размера и проверяю свои и чтобы понять какой размер мне даже не выдаётся там только один заказывает сайт вообще неудобно если правую можно еще неудобно можно угадать кара абсолютно слабо мы находимся в магазине uniqlo честно я не очень любят магазин мне нет ни одной вещи отсюда но серьезный подсказал что здесь есть свитера или как подолазки из кашемира и вот они из кашемира стоит он 8000 рублей как бы даю никого 8000 рублей как-то вообще не клеится но мы сейчас померяем реально блин он на самом деле классный и выглядит здорово так и без ворота тоже вот смотрите из кашемира 7000 мы уже дома сейчас мы с вами будем распаковывать мои новые украшения из магазина sunlight кстати все что я там купила изначально я выбрала в удобном мобильном приложении который вы скачиваете на свой телефон и перед вами открывается огромный каталог украшений который вы можете выбрать отложить в конкретный магазин вы можете заказать доставку на дом это очень удобно вы скачиваете приложение на свой телефон сидите дома валяйтесь на диване выбираете все что хотите чтобы увидеть все украшения из видео то скачайте приложение с онлайт ссылочку я оставлю в описании и вы получите ослепительную подвеску в подарок а мы сейчас будем с вами распаковывать и посмотрим мои новинки я выбрала то что я люблю я давно хотела золотую цепочку пока она у меня будет без подвесочки я хотела просто чтобы мне такая золотая цепочка висела и вот что я купил мои новые сережки так мне кажется что мне идет золото такого цвета потому что у меня все таки темные глаза темные волосы в будущем конечно можно докупить подвеску но я еще пока не нашла для себя идеальную подвеску я хочу возможно сердечко или что-то такое так ну как мне идет мне нравится так ну что у нас уже следующий день мы дома сейчас мы будем организовывать здесь все вместе с сережей он сейчас стоит за камерой посмотрите как у меня стоит обувь то есть для чего я собственно купила эту полку сейчас мы ее соберем да сережа соберет и поставим вон туда и тогда часть этой обуви уберется возможно я потом еще докуплю вторую чтобы я хочу заходить чтобы здесь было свободно здесь я немного подразобрала досталась и пробнички здесь духи туда-сюда каблуки смотрите лайфхак как хранить бюстгальтеры например не вот так вот их складывать да то есть чтобы мялость там вот это все а чтобы их хорошо было видно вот так вот один в один вставляете они вообще не мнутся его сразу открываете и видно что у вас есть сразу понятно все в общем здесь я так организовала все поставила здесь еще такими каблучками чтобы видеть что как одевать для фотографий ну и что давайте тогда будем вешать шторы и собирать полку поехали ты уверен что ты правильно собрал а что нет вот так выглядит полка вторую когда покупаете ставите ее друг на друга ну что поехали блин сережа вообще дерьмово собрана в каком смысле что вот это за зазор там по другому никак слушай я собирала у меня вообще все четко было она вообще кривая так все я останавливаю запись не надо знаешь такой вырубился кадр короче ладно выставляем обувь наверх ставим эти высокие ну это логично потому что они не поместятся и теперь сюда мы заставляем кедики все раз в шесть пар так чувствую мы поедем за второй такой локоль еще же под нее идеально вообще-то нет почему что туда надо было вот сюда мы составляем ну что ничего не изменилось просто ничего не изменилось как бы как было до хрена обуви когда заходишь сюда так и осталось в общем такая вот произошла организация сейчас гардеробной сейчас мы будем вешать сюда вот крючки то есть я сюда опять поставлю этот паровой утюг как было ну и в принципе все все то же самое ну не ну чуть-чуть то подобралось конечно поехали дальше так следующий пункт что мы делаем вот эти вот крючки вот икея нужно их они клеятся сами по себе раз видите у меня здесь сумки и вот здесь вот халаты я наверное здесь халаты хочу собственно повесить ну хотя бы парочку два просто надо прикрепить и все да? ну да три ну чё тогда клеим если сейчас будет криво я такой персификционист что ну естественно я взбешусь откреплю этот кусочек вместе с кусочком стены Ивана давай как ты сказала я сейчас протру это тряпкой обезжириваем стену я не знаю ну тип того нормально? да ровно? аааа тихо блин походу криво поехали дальше следующий крючок что и все? типо готово? да ну это как-то слишком легко так не может быть мы должны сейчас повесить халаты она должна обязательно сорваться так и будет вот здесь теперь нормально так? нет высоко по моему так? нет ниже ну куда уж ниже ну вот так вроде там стоишь видимо как-то криво ах ну ага блин чёрт было не так криво каждую вешаешь понятно так третья блин обожаю эту фигню заниматься этой вот домашней хренью не не высоко ниже? ниже еще ниже да нет ты чего ниже ниже вот так вот так давай все прикладывай эту мужскую силу это была просто чья яичность серёжа если ты это не сделал то они бы точно сорвались да что-то кривовато издалека выглядит кривой так ну давай короче смертельный номер я вешаю халаты блин по моему идеально да 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 ну что я закончила свое обустройство дома сейчас я проведу вам небольшую экскурсию покажу все и в конце этого влога я все посчитаю сколько же я вложила в эту квартиру с тех пор как я в нее переехала и поехали первое что я заменила в этой квартире это шторы 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 как вы помните икея я решила сделать здесь у себя в квартире такую серую серию смотрите я еще вчера докупила вот такую подушечку из H&M точнее чехол и я еще хочу купить парочку таких серых вот это серая здесь у меня шторы тоже серые очень нравится вот этот графитовый оттенок новый пледик у меня из Zara Home так вот такой светильник тоже я прикупила в икеа тоже напишу сколько он стоит здесь у меня бантик это ленточка Herme здесь моя картина здесь скоро будет пополнение коллекции моей картины Аня называет мою квартиру Лиза Лэнд какой у меня аромат для дома аромат для дома я покупала в ДЛТ это Зелинский и Роузен пахнет он этот запах я бы назвала дубайскими мужчинами или или турецкими мужчинами как-то так напоминает дубайских мужчин турецких есть такой вот такой вот запах палочки периодически переворачиваю чтобы аромат был сильнее здесь у меня все из старенького это стол у меня Zara Home он мне достался еще от семейной жизни с Юрой ковер тоже Zara Home но позже я его периодически сдаю химчистку но позже я его тоже заменю на какой-то такой серым бежевым что-то такое чтобы у меня здесь все сочеталось ухни я всю помыла здесь у меня небольшая тоже коллекция Лиза Лэнд мои кружки туда-сюда моя колоночка кстати картина девочка нарисовала Клёпика и Фиби очень классно выглядит я прикупила кофеварку Nespresso кстати капсулу для этой кофеварки я не покупаю в магазине Nespresso потому что мне не нравится их вкус они реально горькие я покупаю в Ленте такие капсулы жардин ванилы они есть фруктовые какие-то мягкие намного вкуснее чем капсулы Nespresso кстати помните я как-то в истории кто подписан на мой инстаграм кстати подписывайтесь я рассказывала про подделку да я купила подделку тогда в карусели я купила чай вот этот босилур я полностью уверена что это поддельный чай потому что он мне покрасил все зубы желтого цвета все кружки покрасила я не шучу ну чтобы вы понимали вот это не отстирывается в посудомойке то есть это реально красящие какие-то вещества в этом чаю почему уверена что это подделка потому что я этот чай покупала всегда в Азбуке в Ленде да даже в ОК все было ОК у него насыщенный вкусный такой голубокий вкус как бы вот это это полный трэш и вот этот блок стоил так же там как стоит маленькая упаковочка например в других каких-то супермаркетах это реально подделка и кондиционер для белья тоже я не буду его пить у меня просто желтые реально зубы желтые кружки у меня всякие кружки туда-сюда я очень люблю кружки из старбакса я их коллекционирую и привожу с каждой стороны там кстати я коллекционирую вот эти как их пробки от вина шампанского и там у меня вот это вот все так стоит здесь всякая такая дребедень здесь у меня такой технический отдел здесь стоит всякий сахар витамины что я пью всякую омегу кстати всякое это тоже одно из моих любимых слов такое же как и в общем передвигаемся в спальню так здесь я купила Сережу я его взяла в заре холл кстати тапки икея помните мы вместе покупали вот Сережа в них мне как раз да все мы находимся в моей спальне здесь я поменяла тоже шторы это тоже фирмы я их решила скомбинировать с зелеными вот так мне очень нравится что получилось такой цвет для спальни очень спокойный и здесь я решила повесить именно две пары чтобы их было больше чтобы у меня здесь был полный blackout шторы blackout вы можете зашторить у вас будет полная тишина вот фу блин полная темень днем покрывашка про нее я тоже уже рассказывала это H&M Home стоила она 9000 рублей я ее обожаю кстати постельное белье Клепик прости пожалуйста это икея и это дорогая версия это сатиновое очень приятное белье как видите тоже вот этого графитового цвета ну в белье на самом деле такое считаю что нужно вложиться потому что оно хорошо выглядит и после года и когда полтора года и ты стираешь на высокие температуры оно отлично выглядит оно супер приятное и мне очень нравится это белье здесь я крашусь мой косметический столик пуф мне сделали в инстаграме ну как в подарок да здесь у меня всякие кисточки тра-та-та здесь я не знаю что то наверное еще организую для вот этой дополнительной косметики стул прозрачный это икея тоже и мы находимся в моей гардеробной как вы помните мы с Сережей устанавливали полку для обуви у меня здесь чуть-чуть так подсобралось с этой обувью я пока не понимаю что делать моя одежда верхняя туда-сюда здесь я поставила все вот так вот каблучками чтобы сразу понимать какое в основном мне кстати зимой даже пригождаются эти туфли потому что я фотографируюсь и я далеко их не убираю так всякие духи пробнички туфельки туда-сюда помните крючки мы Сережу вешали все кстати крючки не отвалились кстати еще многие спрашивали в инстаграме когда я фотографируюсь что за цветок у меня вот здесь стоит вот здесь у меня стоит вот такое растение оно искусственное это икея стоил он так ну что мы в ванной в основном у меня косметика стоит на стиральной машине помните я покупала в zara вот эти вот держать вот так вот выглядит эта серия для мыла ватных палочки и вот так вот у меня хранятся ватные диски мне очень нравится черные полотенца я еще хочу купить серые полотенца но вы поняли что я помешалась на сером цвете вот такой у меня получился небольшой апгрейд моей квартиры я считаю что обязательно очень важно окружать себя полезными вещами и вещами которые вас радуют то есть именно цветовой гаммы потому что раньше жила в квартире где мне бесили цвета мне прям было некомфортно мне было темно мне не нравилось я поняла что если я себя окружаю цветовой гаммой которая комфортна для моих глаз для моей души мне прям настроение захожу в квартиру радуюсь поэтому это очень важный момент это как-то на самом деле даже придает энергии вот такой у меня получился обзор дома пишите что было что было бы еще интересно посмотреть и всем спасибо за просмотр пока